Что в мире знают о Приднестровье? Да, почти ничего. Между тем, это уникальный регион, где проживает более 80 этнических групп. Это кладезь историй, легенд, достопримечательностей и природных красот. Я Стас, и я знаю о Приднестровье все. Ну, или почти все. А я, Аня, и ничего. Ну, или почти ничего о Приднестровье не знаю. Тогда вперед по Приднестровским тропам! Что, куда сегодня? Едем в Сроенцы. Жемчужина Рыбинского района. А, кстати, там даже своя рулевка есть. Давно мечтала посмотреть, как живет элита. Да, элиты везде хватает, а там все-таки живут обычные простые люди. И что там тогда интересного? А там интересно, увидишь. Прибыли! У нас три дороги. По какой пойдем? Так, три дороги купушки. По какой из них идти? Давай туда. Давай. Слушай, а почему Стройницы? Тут была какая-то глобальная стройка. Да нет, строили, конечно, но там от Молдавского происходит. Светро-Еш, кажется, это типа, ну, чтоб жили, чтоб здравствовали. Звучит красиво. Смотри, видишь на холме какое-то строение? А, так это главный объект, стройница вообще, башня ветров. А туда можно? Ну да, туда все туристические тропы ведут. Кстати, наша дорога, которую ты указала, через Рублевку. Туда и ведет. Вот такая вот Ань, Рублевочка. И это вся Рублевка? Ну, а ты ж... Передома за высокими заборами, это Рублевка? А ты что ожидала? Замки посреди поля какие-то или что? А, кстати говоря, вот тебе интересный факт. Местные жители вот этот вот райончик называют маленькой Швейцарией. Кому Швейцария, кому Рублевка, а кому просто заборы. О, кстати, Ань, смотри, идем покажу. Домик, вот он сохранил традиции как раз таки так, как разрисовывали дома в прошлом веке. Что интересно, кстати, вот в строенцах, видишь, на всех домах в строенцах изображали цветы. А вот в соседних белочек, вот, там изображали виноград. А почему тут цветы, а там виноград? Что мастер умел изображать, то изображали. Там лепили виноград, здесь лепили цветы. Так, ну, нам сюда... О, смотри, даже указатель сделали. Сказали, что мы приедем. Ну, теперь не потеряемся. Ань, давай быстрее, быстрее. Здесь, кстати, даже желание можно загадать перед подъемом. Ну, чтобы наша программа была, мы будем вам посмотрим. Может, мне фоточек запилишься тогда? Только не здесь, я вот туда залезу. Давай. Вперед! Ну, а теперь я здесь, Вастилин. Ого, да здесь вся рублевка видна. Все то, что скрывали высокие заборы. Ань, активней, активней. Да по таким холмам только коза скакает. Долго еще? Да вот уже почти пришли. Нормальные тут дороги. Лезь. А, гляди, какая. Я сегодня килограмма два скинула точно. Зачем строить башню так высоко? Это что, сторожевая? Когда-то всем этим вот селом владел князь. Фамилия у него была Витгенштейн. Ну, в общем, все было при Витгенштейне хорошо. Село развивалось. Но, как обычно, Витгенштейн покинул этот мир, умер. У него остались дети, которым досталось богатое наследство. И они, сетя память своего отца, решили построить в память о нем башню. Внутри, кстати, когда-то был бюст графа Витгенштейна. И он смотрел в сторону стройниц, якобы олицетворяя бессмертие. И что все находится под его чутким, пристальным взглядом. Ну, и вот башня – это все то, что осталось от памятника 19 века. Слушай, а тут реально вид красивый. Река, крутой холм. Кстати, тут свободно можно заниматься альпинизмом. Так ребята и занимаются. Здесь летом даже туристические слеты проходят. Вот таких, как мы с тобой, новичков, обучают. И ребята уже через недельку лазят здесь по всем скалам. Жаль, что сейчас не лето. Да, но тем не менее пойдем еще кое-что интересное покажу. Давай. Вот смотри, для простого человека это кажется просто какой-то разбитой колонной. Но здесь была очень интересная история. В 2002 году в эту башню ударила молния. И она колонну, вот ту, что сейчас заменили, стесала пополам. И вот они, посмотри. Это от молнии? Да, это след от молнии. Правда, раньше он был черным, сейчас почему-то окрасился в белый. Может быть, это что-то реставраторы здесь повыделяли. Слушай, а что это здесь такое? Где? А, вон. А, вот это внизу? Ага. Это виноградные террасы, кстати, того же князя Витгенштейна. Вот он их сюда привез виноград, построил и все вот стоит до сих пор. Можно туда спуститься? Да, там, кстати, в свое время делали лечебное вино. А попробовать можно? Не знаю, пойдем узнаем. Пойдем. Ну, вот они, виноградные террасы. Слушай, ну, внушительные плантации, конечно, здесь. Да, ну, я вот смотрю на кладочку, вряд ли здесь от Витгенштейна. Такое все новое. Свеженькое. Да. О, Ань, смотри, кто-то стоит. Может быть, это охранник. Ядем спросить у него, можно ли пройти в беседку. Здравствуйте. Добрый день вам. А вы тут работаете? Можно сказать и так. А расскажите нам, что вообще сейчас здесь происходит? А то мы так, немножко вкратце знаем про Витгенштейна. Витгенштейн здесь закладывал виноградники, ухаживал за ними. Думаю, получал и вино. Ну, это все было в прошлом, начиная с 80-х годов. Здесь все было еще запущено. Я когда еще был школьником, помню, здесь росли только кустарники и некоторые такие деревья. Ну, уже к концу 80-х годов местный директор хозяйства Станислав Кириллович Паскарь, он решил восстанавливать данные террасы. И тогда силами хозяйства, самих жителей села начали восстанавливать террасы. Вот еще чуть дальше там пройдете. Вот есть ступеньки, которые остались, я думаю, с тех времен, потому что они отличаются именно кладкой и самой обработкой камня. А что потом делаете из винограда? Мы его просто продаем людям. Ну, здесь у нас высажены несколько сортов винограда, из которых есть и технические сорта, и столовые сорта. Технические сорта подходят для вина, столовые для употребления в свежем виде. На момент, когда начали восстанавливать террасы, беседка не была, было только каменное основание. Вы тоже можете увидеть, что оно, видите, совсем другой кладки, там другая расшивка. Ну, видно, что это все как бы старинное. Но это внучка Витгенштейна строила эту беседку. Считаем, что так, да. Но только основание. Сама беседка не сохранилась. Беседка также была начата строительством беседки в конце 80-го года. Также сама силами местного населения. Большой вклад сюда приложил к строительству этой беседки секрет Михаил. Он был на тот момент молодой, плотник, с энтузиазмом. Проявил как бы интерес. И совместно с предыдущим руководителем вот они построили вот такую беседку. Так, что, еще за одной фотографией? Да, фоточку забыли. Старая мельница. Что я здесь ничего старого не вижу. Очень даже современное здание для инстаграмных фотографий. Ну, кое-что старое здесь осталось. Вот то вот здание. Вроде как водяной мельницы. Идем посмотрим. Идем. Так, подожди. Какая-то тут есть табличка. Водяная мельница. О, все правильно. Конец 19-го века. Охраняется государством. С 2005-го года. Ну, значит, по идее, там музей. Заходи. Заходи. Тут еще и тепло, мне кажется. Так, мы тут у вас на улице прочитали, что это водяная мельница. Она работает? Она не работает. Она сегодня у нас как музей хлеба. Эта мельница начала 19-го века. Она была построена Георгием Пантелеевичем Мазгана. И все жернова и механизмы это еще с тех времен. Ух ты. Эта мельница считалась одна из лучших в округе. И очень хорошая мука была. Сделали на эту мельницу. И по вечерам эта мельница подавала свет людям в дома. Вау. Вот сюда подсыпали зерно. Эти жернова вращались. И вот сюда в этот ковш мука появлялась. И люди ковшиком собирали в мешки. Ну вот смотрите, у нас есть тут крестьянский быт. Вот смотрите, рубашки ночные. Только потрогайте, и вы чувствуете. Натуральное. Как раз и шляп. Ну да. Спасибо большое за очень увлекательную экскурсию. А вы к нам надолго? А что, можно остаться? У нас есть гостиничные номера, и можно остаться переночивать. А, ну у нас уже немножко другие планы, но можно было бы посмотреть, да? Вот уж кого было неожиданно зимой в январе встретить здесь. Ой, а что это значит? Вот он рад нас видеть. Привет. Так, подожди, я вспоминаю правила работы с ними. Нужно подойти с лица и протянуть кулачок. Он его понюхает, и после этого можно пробовать его гладить. А как тебя зовут? Клубничка. Так, я, кажется, его задобрил. Можешь подходить. Клубничка, эй, привет! Она меня влезала, только не ешь меня, пожалуйста. Мне кажется, она охраняет вход как раз-таки в те самые домики. Очередная классная фотография. Ань, готова? Только без фанатизма. Супер, готова! Ну, Ань, добавим немного романтики. Представим, что ты сегодня внучка Витгенштейна и ждешь своего возлюбленного. Принца на белом коне, да? А, еще бы, на белом поне. Граф Витгенштейн, 2023 год, фото в цвете. Это выходит, что я твоя внучка? Вероятнее всего, да. Так, предлагаю быстро оглядеться и двигать дальше. Дорик уютный. Да, здорово. И там здесь, наверное, тоже очень классный. Мангальчик, беседочка. Да, места всем хватит. А, слушай, так это прям настоящий деревянный сруб. Это не имитация? Класс, посмотрим, что внутри. Внутри тепло наверняка. Слушай, а классное и уютное место для того, чтобы остановиться. Да, согласен. Так, не торопись, нам вот сюда. А что здесь? А здесь ты получишь мастер-класс по арт-бетону. Я вчера в соцсетях нашла мастерицу. Она согласилась научить тебя делать прикольные сувениры. А я, по-твоему, похож на бетонщика? Ничего, научишься. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Очень рада. Проходите. А где ваша бетонная мешалка? Вместо бетонной мешалки сегодня, наверное, будет работать ты. Ого! Очень интересный мастер-класс. Спасибо. И с твоей помощью, я думаю, что мы очень даже исправимся. Построим дом, да? Нет. Ну, Аня, ну удружила, конечно. Проходите. Да, спасибо. Ой, это картины? Может, мы сегодня тогда все-таки порисуем вместо бетона? К большому сожалению. Они нарисованы в технике спрей-пайнт. Баллончик – это, что называется, главное. А, то есть на улице нужно рисовать, получается? Только на улице. Погода никак не позволит нам. А внутри в помещении тоже невозможно уже естественно. Лепить в таз. Лепить в таз. Лепи. Ну, бетона тоже. Я-то буду лепить, только ты не подгадай. Вот тебе, пожалуйста, материал для изучения. Я пошел. Ну, я с удовольствием. Немножечко, чуть-чуть, добавляем воды. И вот еще важный ингредиент. Химикат какой-то, да? Клей ПВА. А, обычный клей, ничего себе. Ну, это для того, чтобы был более пластичный, добавляем. И тоже очень хорошо, если мы добавим немножко грунта. Ага. Вот так. Короче, если у кого-то осталось что-то после стройки, все это смешиваем вот так вот, как я. Обязательно. И сейчас добавляем воду, так, чтобы наш раствор получился такой, как пластилин. Так, ну что, я, кажется, уже заканчиваю мешать. Но пока мешал, обратил внимание, то, что у вас находится за спиной, это спрей-арт, арт-бетон, что это? Вот это арт-бетон. Представь себе, можно делать, что хочешь, начинает мелочь от магнитика, как мы сейчас задумали, и разными такими. Так это вот целую дверь слепили из бетона, получается? И вот это все. Пускай будет это стиль лофт. Берем, для того, чтобы мы оринировали еще немножко наше изделие. Берем немножечко сеточки, но для начала ставим несколько. Армировали это, укрепляли, получается, да? Идею начать с бетоном подали мне дети. Так вы в школе работаете? Да. А что преподаете? Молдавский язык. Ого, а я по образованию учитель географии. Так мы с вами вообще коллеги. Продолжаем коллеги. Так у нас спецсовет получается уже целый. Творческий. И дети сказали, вот вы нашли там какую-то информацию, эту идею. А дети говорят, хочу своими руками подарок для мамы. Последний штрих, что называется. Вот так. А, да, художник из меня, вы уж простите, никудышний, но как для первого сувенирчика сойдет. Пока он сырой еще, вот видишь, он уже сохнет. И, пожалуйста, если мы сейчас еще что-то изменим, можно даже черным цветом, потом мы можем пройтись аккуратненько другим, более светлым. Все это выйдет тебе. А оно подсохнет само или нам нужно его как-то обжигать или еще что-то? Нет, обжигать ничего не надо. И тут оставил, молодец, оставил место, напишем, что встроенцы. И представь себе, тебе осталось только его покрасить. Там на твоем холодильнике Дубай, там еще что-то и встроенцы. И встроенцы, еще обы, самое родное, что есть. И теперь уже все, не сильно, немного, вот так только немножечко. И покрываем рисунок или по краям? И покрываем, сейчас мы посмотрим, как у нас выйдет у нас рельеф. То есть это для рельефа мы больше делаем, да? Да. Смотри, встроенцы. У меня уже, уже. Да, да. А, так и у меня немножко получается. Ну вот. Башня ветров становится прям такой объемной. Вот так. Ну, кажется, все. Не стоит переусердствовать. Все, заслуженно можно забирать домой на холодильник? Конечно. Отлично. Но не забудь, встроенцы рядом с Дубай. Обязательно. Аня, дождалась уже, иди. Так, так, так. Ну-ка. Не закончилась терпения? Гляди. Слушай, это и талант. Кстати, хорошо впишется в мой интерьер. В твой? Или, может быть, в мой? Не, тут уже, извини, у меня на нее уже были другие планы. Радика сказала повесить этот магнит возле магнита с Дубаем, поэтому уж прости. Магнит Дубая уже можно выкинуть. Спасибо вам большое за мастер-класс, за травы в чай. Да, еще раз спасибо. Вы извините, что я с первого раза не так уж прям всерьез все воспринял. Очень понравилось, поэтому приношу свои извинения. Арт-бетон – это очень круто. Так, и что дальше? А дальше я думал сводить тебя в Теплицу. В Теплицу можешь. Только не говори, что местные жители выращивают тут бананы или гранаты. Да нет, я не ошибся. Теплица – это комплекс из семи родников. Кстати, вот как раз-таки на родниковой воде получается очень вкусный чай. И что, будешь заваливать его на костре сегодня? Ну, посмотрим, потому что я приготовил для тебя тоже кое-что очень интересное. И что же это? Ха, что же, пришло время расплаты, попозже узнаешь. Ну, скажи, что жалко, что ты? Терпение, терпение, только терпение, мой друг. Ух, эти лорки. Местные жители могут спортом и не заниматься. Такая тренировка каждый день. Костачку уже почти пришли. Ну, и что, а здесь? А здесь ты будешь готовить бабку нягры. В смысле? Это значит, скульптор, а я кухарка, что ли? Ну, не совсем кухарка. Вообще-то это фактически потерянный рецепт. Это последний дом, где его помнят. Поэтому ты будешь не кухаркой, а высококвалифицированным специалистом. А потом с чаёчком всё это дело употребим. Если не отравимся, конечно. Что не отравишься? Хозяйка! Да, Стас. Добрый день, Олесь. Я вот привёл ученицу. Это я. Сегодня будем изучать ваш секретный рецепт. Это хорошо, проходите. Ну, чем не, хозяйка? Красота. Ну что, давайте возьмём яйца, будем взбивать 15 яиц. И перемешиваем. Да, 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 порции. Это по рецепту? Да, по рецепту. Старинный рецепт это. А почему это блюдо назвали именно бабка Ниагра? Ну, это как бы наше традиционное блюдо. Это я помню ещё вот бабушка. Она как бы показывала вот. И я помню, она готовила на свадьбах. Есть ещё и как белая тоже. Бабка Алба. Да, да, да. Вот, это как жених-невеста. Ничего себе. Да. Крепкая. Ань, я даже с печки слышу, что у тебя там не получается, что яйца разбивает нормально. Печка врёт. В общем, мастер-класс будет на птицефабрику. Печка врёт, всё у нас получается. Ну, смотри мне, я контролирую отсюда. Так, дальше. Пятнадцать яиц. Потом сахар. Сюда. Ятровая банка сахара. Да, да, банка, да. И щепотка соли надо, потому что, чтобы... Так, я сыплю. Да, да, да. Так. Да, Ань, ты теперь настоящая стройничанка или стройнистка. Как вообще правильно будет стройнистка, стройкичанка? Как правильно? Стройкичанка. Стройничанка, правильно. Стройничанка. От слова стройная. Да. А за счёт чего бабка получается такой нягры? Я думаю, за счёт, что молоко у нас ещё сюда идёт, вот. И сода. Вот эти компоненты, вот от этого и она как бы... Темнеет. Да, темнеет, да. Если у вас дома нет миксера, тогда я иду к вам. Вроде бы как перемешали. Да, да. Сейчас надо казан помазать маслом. Прямо перед этим, как выливать, тоже надо очень хорошо размешивать. Ага. Да. Аккуратненько. Главное не перевернуть бабку. Сколько там ждать нужно? Два часа. Ого-ой-ой. Вот и сказочке конец. Аня, возьми рецепт, будешь дома готовить. О, это очень кстати, спасибо. А мне рецепт. А тебе что? Ты же не учился, училась я. Я помогал. Ладно, слушай и запоминай. На бабку понадобится 15 штук яиц, литровая банка сахара, литровая банка муки, 1 литр молока, стакан подсолнечного масла и 1,5 столовой ложки гашёной соды. И печка. И печка. Без печки не получится. Кстати, у нас же есть травы. Уже время ставить чай? Да. Так, ну что, моими трудами бабка наконец готова. Сейчас самое ответственное, лишь бы всё получилось. Опа, есть. И аккуратненько на стол. А не надо как мамалыгу поколочить сверху, чтобы всё отлипло и поднять. Нет, мы сделали качественно, но всё сразу. Всё сразу готово, всё сразу хорошо. Действительно, бабка получилась очень классной. Нягры. Нягры, нягры. Давай режь скорее бабку, бабку. Подожди, не торопи. Видишь, горячая. Мне первым. Кто первый? Стас. Вау, какая структура. Оп. Пока. Ну так. Садя. Так, а не лейтем? Ааа. Есть. Ну и, и. Побольше, поможешь. Давай, давай же, мне старался. Оп. Всё, чайный помах, ты думала. А, чешный, что я делаю? А вообще, я не могу даже не помочь. На стол, но больше всего, я не помочь. Попадай, начни. Я помочь, не и с вами. Хорошо. Лапо, я скажу, что вы. Ну, вы, не так, как стрелок, надо стрелок. Ну, кстати, веком интересного у меня такая текстура. Сажал, да. Спасибо вам большое, вы прям и мастер-класс провели, и накормили нас, приняли, очень приятно и было очень интересно. На здоровье, приезжайте еще к нам. Да, всем спасибо, я ничего не запомнил. Ничего не понятно, но очень интересно. Ну что, день промчался просто по щелчку пальцев. Да, не говори. Хотелось посмотреть, увидеть, но, похоже, пора ставить точку в нашем маленьком участке. Итак, добраться в Строенце на самом деле очень просто. Берем любой автобус, который едет на Каменку, выходим в Белочек и по указателю на Строенце идем несколько километров и оказываемся прямо в селе. Здесь можно снять домик на несколько дней, поесть в ресторане или устроить пикник, купив продукты в местном магазине, а летом жители продают свежие овощи, фрукты, зелень со своих земельных участков. И не забываем, что летом здесь можно порыбачить и заняться альпинизмом с настоящими профессионалами и получить новые знания. Да, и хорошо здесь не только летом, но и, как оказалось, в зимнее время года. Да, мы сюда обязательно еще вернемся. Ну а сейчас пока, Строенцы! Пока! Строенцы! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...